Спустя сутки после аварии в квартирах жителей Щербинки по-прежнему температура чуть выше нуля. Трубы отопления и водоснабжения холодные, как лед. Спасают только газовые плиты и обогреватели. Бум, хлопок. И все. И вода. Залезли в подвал и смотрим, там вот такой вот водопад. Местные власти сразу заявили, это вовсе не авария, а плановые работы. Но в итоге тепло в 20-градусный мороз отключили по всему городу. Когда коммунальщики бросились устранять неполадки, оказалось, что не во всех домах трубы были готовы к такому вмешательству посреди зимы. Из-за прорывов затопило несколько десятков квартир. Люди мерзнут. Звоним, вот я сколько звонил, даже трубку не снимают. Это просто издевательство. Мы ведь постоянно платим. Вот лично я за все плачу. И за отопление, и за горячую воду. Все время плачу. Почему я должна мерзнуть? В эти новогодние каникулы местный ЖЭК, пожалуй, самое популярное заведение у жителей Щербинки. Люди приходят сюда каждые пять минут узнать, когда, наконец, в квартирах появится тепло. Да, пробные уже начали заполнять, циркуляция пошла. Но только чуть тепленькая. Тем не менее, несмотря на заявления чиновников, тепла в большинстве домов до сих пор нет. Сейчас в центральной котельной Щербинки продолжаются восстановительные работы. На месте находятся несколько десятков аварийных машин. И, как говорят коммунальщики, тепло уже начали подавать жилые дома по секторам. Ожидается, что о полном окончании работ объявят в ближайшие несколько часов. Илья Ушинин, Степан Лисакович, Александр Маковский. Телекомпания НТВ. Щербинка.